Здравствуйте! Вы смотрите обзор основных валютных пар от компании Гранд Капитал. Начнем с пары евро-доллар. После публикации в среду минуток от ФРС США мы наблюдаем общее укрепление доллара против основных валют. Не стало исключением и данная валютная пара. Наблюдая на четырехчасовом графике некий восходящий тренд, мы видим также, что пара приблизилась не только к нижней границе канала, но и к важному поддержке 100-й среднескользящей. На наш взгляд, на этой неделе паре вряд ли удастся преодолеть данный уровень поддержки, однако, ориентируясь на так называемое среднесрочное движение, прежде всего выделим для пары ключевой уровень отметку 1.3250-1.32 ровно в случае преодоления и выхода из канала. Связано это прежде всего с важными фундаментальными факторами, которые ожидают единую европейскую валюту. Так, в частности, уже через месяц, 22 сентября, в Германии состоятся выборы канцлера. В преддверии выборов, как известно, национальная валюта испытывает определенное давление и на фоне, с одной стороны, назревшей коррекции, с другой стороны, важного фундаментального фактора, такого как выборы канцлера Германии, могут вызвать определенный негатив по единой европейской валюте. В настоящий момент мы ожидаем движение пары евро-доллар в отмеченном диапазоне с уровнем сопротивления, соответственно, 1.3390-1.34 ровно. И в качестве ключевого уровня поддержки прежним выступает отметка 1.3300 ровно. В более среднесрочной перспективе мы ожидаем движение вниз. Произойти это может только после преодоления и закрепления пары ниже важного уровня поддержки, которым является в настоящий момент граница канала и, соответственно, сотая средняя скользящая. Следующая валютная пара – фунт-доллар. Напоминаю, что указанные на графике стрелки появляются после формирования торговой идеи, которую мы публикуем еженедельно на нашем вебинаре «Обзор рынка». Найти данный вебинар вы можете в расписании в разделе «Обучайтесь» на сайте grandcapital.ru. Напоминаю, что данные вебинары выходят еженедельно по понедельникам в 10.30 утра по московскому времени. Соответственно, данные торговой идеи, формируемые аналитическим отделом компании Grand Capital, остаются на графике для того, чтобы проверить, подтвердились ли они на неделе следующей. Соответственно, ориентируясь на движение по паре евро-доллар, аналогичную ситуацию мы можем рассмотреть и по паре фунт-доллар. В начале торгов, в начале текущей недели на нашем вебинаре мы ожидали некого укрепления к сопротивлению 1.5740. Паре не хватило лишь 20 пунктов, чтобы достичь данного уровня, и она устремилась вниз, в том числе на фоне тех коррекционных движений, о которых мы говорили. То есть, на фоне комментариев со стороны ФРС США. Ну и, конечно же, не обошлось без простой технической коррекции. Аналогичный восходящий тренд справедлив и для данной пары, и здесь мы таким же аналогичным образом выделяем движение в пределах данного ценового канала. В настоящий момент перспективы роста британского фунта выглядят более приемлемыми, и ориентируясь на ту статистику, которая публикуется из Великобритании, а также ориентируясь на возможные относительно позитивные данные по росту риск аппетита, мы ожидаем движение пары фунт-доллар на этой неделе вновь к отметке 1.5660. Что касается более среднесрочного движения, на наш взгляд, возле данного достаточно важного уровня сопротивления будет сформирована база, то есть боковой тренд с диапазоном 1.5670-1.57 ровно, с нижней границей канала 1.56-1.5560. Что касается долларовых валютных пар, так, в частности, пара доллар-франк, как вы видите, к сожалению, наше мнение оказалось относительно ошибочным. В настоящий момент, после достижения нижней границы канала, отметки 0.9150, пара вновь стремится достичь ранее потерянные уровни. Отметим, что нисходящее движение по паре по-прежнему актуально, однако нам видится возможное укрепление пары в течение этой недели также к сопротивлению отметки 0.9380. Не только техническая коррекция, не только сигналы технических инструментов, так, в частности, сигнал осциллятора MACD, также вот-вот сформирует нам торговую рекомендацию на покупку. Ну и, конечно же, более важные фундаментальные факторы, которые говорят о возможном увеличении риска аппетита. Еще раз отметим, целевым уровнем для пары доллар-франк является отметка 0.9375. Другая пара доллар-иена. Здесь все в рамках ранее озвученного прогноза. Напоминаю, что данные стрелки мы не убираем и из обзора в обзор оставляем на графике для того, чтобы рассматривать некую статистику, подтверждаются ли сигналы наших аналитиков или же они оказываются ошибочными. На этой неделе пара достигла уровня сопротивления, который был отмечен нами на обзоре, отметку 98.80 и в настоящий момент корректируется вниз. Текущие котировки торгуются ниже 98.60. Отметим, что для пары ключевым моментом является прежде всего комментарии представителей Банка Японии, ну и, конечно же, общий риск аппетит, присутствующий на рынке. С риск аппетитом более-менее нормально. Банк Японии пока не дает четких комментариев относительно возможного продолжения смягчения денежно-кредитной политики. На этом фоне нам видится возможное формирование аналогичной флетовой базы по паре с поддержкой 97.50, соответственно, сопротивлением 98.82. Пара еврофранк. По паре еврофранк также ключевым уровнем в начале недели была отметка 1.2335, однако, вопреки нашему мнению, восходящему движению пришествовала коррекция. И после достижения поддержки отметки 1.2270 мы видим вновь попытку укрепления крайне достигнутым уровнем сопротивления. Наше мнение заключается в том, что паре есть куда вырасти. Пара еврофранк в настоящий момент ориентируется на рост к отметке 1.2380. Нам кажется, что к понедельнику данный уровень может быть достигнут. Поэтому отметка 1.2375, 1.2380 по-прежнему является актуальным уровнем. Что касается товарно-сырьевых валютных пар, австралийский доллар, доллар США, как вы видите, коррекция оказалась более глубокой. И здесь, ориентируясь на общий нисходящий тренд по паре, который присутствует в течение последних нескольких месяцев, он по-прежнему актуален. Да, можно говорить о возможном наметившемся развороте, однако говорить об этом развороте, на наш взгляд, достаточно рано. И прежде чем пара действительно сможет уверенно укрепляться, необходимо дополнительное фундаментальное подтверждение. Мы же сейчас видим некую попытку формирования коррекционного восходящего тренда. Является ли это фигурой флаг или же началом нового тренда, сказать сложно. Отметим лишь, что продавать в настоящий момент пару мы не рекомендуем. Ну и имеет смысл совершать краткосрочные покупки от поддержки 89.80-0.90. Аналогичная ситуация по паре новозеландский доллар-доллар США. После того, как пара достигла верхней границы канала, отметки 0.8153, отмеченного в предыдущих наших обзорах, мы видим достаточно уверенное нисходящее движение. Ну и в рамках общего нисходящего тренда, который продолжается по паре последние также несколько месяцев, мы видим достаточно сильные движения, достаточно сильные движения, остановить которые удается лишь важным уровнем поддержки. В настоящий момент таким локальным уровнем для пары стала отметка 78 ровно. Именно возле данного уровня остановились котировки пары. Ну и ориентируясь на возможные перспективы движения, отметим возможную коррекционную попытку вырасти данной стрелкой. Отметим тот целевой уровень по паре, который мы ждем к концу текущей недели. Сразу же отметим, что мы не рекомендуем покупать пару новозеландский доллар, доллар США, однако, в общем, рассматривая возможную перспективу движения, отметим данной пунктирной стрелкой возможный ход на 100 пунктов к уровню 0.79 ровно. О том, как будут развиваться события на рынке, мы рассмотрим в рамках нашего ближайшего вебинара, который состоится 26 августа в 10.30 утра по московскому времени. Приглашаем всех на данный вебинар. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Следите за обновлениями на нашем сайте grandcapital.ru. До свидания. Продолжение следует...